Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить о таком масле. Видите, вот стебельки такие зелененькие. И вот они разрезим. О таком масле, который называется Лемонграсс. Лемонграсс. С двумя буквами С на конце. Итак, что же это за такое растение и как оно добывается? В общем, свойства и применения. Итак, по порядку. Итак, по порядку. Значит, вот эта вот трава зеленого цвета. Имеет запах лимонный. Такой запах, аромат лимонный. С земляничным акцентом. Очень-очень нежное такое. Масло приятный запах. Запах такой. Даже там есть нутки фиалки. Цедра лимона. Вот, если поймете. Запах фиалки и цедра лимона у этого масла. Представляете, какой запах приятненький. Цитрусовый и также фиалочка присутствует. Итак, по порядку. В медицине он применяется широко. В косметологии, даже в быту. Итак, полезные и лечебные свойства. Эфирные масла обладают широким применением полезных и лечебных свойств. Таких, как улучшает пищеварение, друзья. Нормализует работу желез внутренней секреции. Помогает при колитеем. Облегчает при лихорадке инфекционные заболевания. И попозже я вам скажу, что это масло лимонграсса очень широко применяется при инфекционных поражениях на коже. В косметологии органов дыхания способствует выздоровлению гриппы, астмы, бронхитом и ларингитом. То есть, это масло очень полезно для заболевания, где идет эпидемия гриппа, ароматерапия, смазывания, полоскания и так далее. Но опять консультируется с доктором. Ингаляции всевозможных дыхательных путей. Поэтому, кто страдает в зимнее время вот этими вот заболеваниями простудными, можно его приобрести. Но опять же консультация с доктором, лечащим и косметологом. Дальше нервная система тоже оказывает такое действие. Снимает головную боль, улучшает самочувствие при нервных истощениях. Пожалуйста, вот ароматерапия и успокоение нервной системы. Придает бодрость и энергию, способствует нормализацию. В общем, стресс снимает, депрессию снимает, усталость уже говорила. Оно также улучшает, увеличивает умственную активность. Так что вот такие вот, в нервном. Дальше другие воздействия какие. Ну, это его ещё как бы называют афродизиаком. Эта масса называют лемонграссом. Афродизиаком. Активность такая у него. Дальше тонизирует мышцы, укрепляет всё тело. То есть, когда вы будете смазывать, там выводит молочную кислоту. Нормализует кровообращение. Молочная кислота это не очень хорошо в нашем организме. Стимулирует восстановительные процессы после тяжелых заболеваний, травм. Способствует также сбрасыванию веса. Оказывает целлюлитные воздействия. У кого целлюлит, пожалуйста, мажем ножки. Или живот у кого где. Далее. При заболевании кожных заболеваний, грибков, ногтей. Вот я вам говорю. Потому что, наверное, с ним очень такой эффект у неё сильный бактерицидного действия. При борьбе с заболеванием, в общем, я говорила, верхних дыхательных путей. Вот очень даже хорошо. Буквально 5-6 минут и пару капель, друзья. Пару капель. Поэтому масла, их надолго хватит. Они применяются по одной-две капли. Так что вот такие, друзья. Ну, всё конструктировалось. Есть и противопоказания, естественно. Есть и вред, и есть... Есть польза и вред этого масла, как и другого любого лекарства и масла и так далее. Ну, естественно, это беременные в первую очередь. У кожных заболеваний, у кого такие, в смысле, аллергетические реакции. У кого проблемы с глаукомой, осторожно, нужно быть с этим маслом. Также нельзя наносить... Наносить на сухую и чувствительную кожу. То есть у кого проблемы с кожей там. Далее. Применять нечасто. То есть, например, десять я принял, и отдых должен быть неделю. Потом, пожалуйста, ещё. Для лица. Убирает прыщи хорошо. Чёрные точки. Хорошо убирает. Для волос. Очень тоже эффективное средство. Для волос эффективное средство. Но это вы, если вам заинтересуется, там есть состав, сколько чего нужно. И в шампунь, например, масло. Это лемонграсс и ещё какого-то нибудь сочетания там с другими маслями. Миндалёны сочетаются с авокадо, кокосом. И они там смешиваются, добавляется всё в шампунь. И, пожалуйста, применяйте. Массажер жаба уже мы говорили с вами. Тоже эффект такой хороший. Дальше. В быту. Вот самое интересное. Это в быту. Что оно делает? Оно. Успело себя заявить. И играет роль отличного дезинфицирующего средства. То есть, когда вы убираете помещение, пол и так далее. Добавляете в воду и протираете. Что оно ещё делает? Самое время отпугивает комаров в летнее время. Даже тараканы. А ещё самое полезное. Моль убирает, друзья. Как масло лаванды. Очень убирает моль. Не любит моль запах лаванды. Мандариновое масло не любит. Вот и поэтому. И вот это масло тоже, пожалуйста, приобретите. Для быту. Для комаров. Для тараканов. И даже оффмоли. Так, для животных, пожалуйста. Можно обработать от клещей. Вот в данном этапе сейчас. Животных своих. Чтоб не было у них устранить вот этот зуд. Так что вот такие вот, друзья. Я вам рассказала. Вкратце. И вот здесь вот дозировки. Как нужно смешивать. Для ароматизаторов. Для ванн. Для массажа. Сколько капель нужно. Для целлюлитного массажа. Для ингаляции. Для горячих ингаляций. Для холодных ингаляций. Это я сейчас не буду касаться. Потому что это все в пропорциях. Сколько нужно капель туда. Столько сюда. Смешивание и так далее. Значит я вам только рассказала. Что есть такое масло. Лемонграсса. И где оно применяется. И его свойства. Так что оно применяется. И в быту. И в косметологии. И в венецину. То есть масло широкого спектра действия. Так что спасибо друзья за внимание. До новых встреч. Берегите себя. Здоровья вам. Здоровья. И еще раз здоровья. Пока-пока. До новых встреч.